Меня зовут Якимова Татьяна, я из города Нижний Новгород. Сейчас в квалификации директора. Мы работаем с супругом вместе, сейчас он проводил вебинар. Сейчас моя очередь пришла. Он сидит с ребёнком, теперь я провожу вебинар. Что сегодня я вам расскажу? У меня сегодня тема «Успешный старт», тема для новичков. Скажите, есть кто-то, кто в первый раз на такой теме? Эта тема у нас практически каждый вечер в 17.00, да, проводим её. Есть ли прямо совсем-совсем новички, кто в первый раз пришли на эту тему? Ага, Виктор, привет из нашей команды, Виктор. Алёна Соколова, отлично. Галина Тимофеева, Дима, тоже очень приятно со всеми познакомиться. Значит, эта тема для вас, буду для вас всё рассказывать. Если что, какие-то вопросики будут, то сразу попутно задавайте. Так, маленькая тушновато, я сейчас дверь открою. У нас очень интересный кабинет. Вебинар проводим из прихожки, потому что из другого места ребёнок не даст провести. Потому что будет виснуть и всё такое на мне. Поэтому не обращайте внимания. Для понимания бизнеса. Вот вы только пришли, зарегистрировались, да, там глаза загорели, немножечко почитали информацию, изучили. Что нужно сделать в самом начале? Во-первых, это прочитать книжку «10 уроков на салфетках». Она тоненькая, читается легко, быстро, но там прямо вся суть сетевого маркетинга. Та, которую нам нужно знать. И вторая книжечка «Бизнес-трафарет» — это уже конкретно про нашу компанию, про компанию «Реклейм». Тоже её нужно прочитать. Посмотреть презентацию бизнеса и не одну, потому что спикеры все совершенно разные. Видите, тебе Марина скинет в личку. Ну, вообще «Бизнес-трафарет» есть в этом, в шагах, в пяти шагах для новичка, которые… Вот. И всегда по чатам гуляет вот этот список книг, которые нужно прочитать вообще на будущее. Дальше. Посмотреть презентацию бизнеса и не одну, да, потому что… Ну, ещё раз повторюсь, потому что все спикеры разные. Кто-то про это расскажет, кто-то про то, да, кто-то на этом остановится, кто-то на том. У всех, да, у всех разная подача. Поэтому приходите, слушайте, задавайте вопросы. Спикеры для этого и рассказывают, чтобы на ваши вопросы ответить. Давайте я в конце скину вам ссылочки на книжки. Хорошо? Вот. И обязательно найдёте вот того спикера, которого вам хочется слушать. Я когда только-только пришла, у нас было не так много спикеров, да, как сейчас. Но Анна Шапира, думаю, что многие её знают, да. Да, у спонсора можете спросить. Знаете её? Я прям, знаете, прям со закрытым ртом всегда её сидела и слушала. Вот как она мне нравилась. Она мне, конечно, и сейчас нравится. Поэтому вы тоже найдёте вот именно того своего человека, ну, из уст которого вам будет всё-всё понятно. Дальше. Принципы наши какие? Ну, во-первых, это доверительные отношения со спонсором, со своей командой в будущем, да. Да, никакого там обмана, всё только по-честному. Если в дальнейшем, ну, не будете знать какие-то вопросы на какие-то ответы, да, там, вы сам, сам новичок, вам тоже пришёл новичок, вы не знаете, что ему ответить. Он спрашивает, сколько вы зарабатываете, а вы только-только пришли. Не нужно никого обманывать, не нужно вообще не брать, да, ни в коем случае. А, если вопрос там не знаешь, пошёл, спросил у спонсора и ответил своему новичку. Сто процентная помощь во всём. Для этого у нас организованы чаты, да, в чатах вы можете задать любой свой вопрос, обратиться к своему спонсору, да, тоже в любой момент. И также в дальнейшем помогать своим новичкам, потому что бизнес у нас строится только вот на таких отношениях. И что ещё нужно? Нужно ознакомиться с составом компании. Какие основные моменты сейчас хочу показать? Когда будут у вас интересоваться про работу, интересоваться, ну, те люди, которые уже зарегистрированы в Reflame, им к нам уже нельзя, да, то есть номер в компании, он, наверное, сейчас разлистнет, да? Всё нормально? Вот такой вот у нас интернет. Нормально всё? Говорю, говорю, всё хорошо? Всё хорошо? Продолжаю разговаривать, да? Или висит? Всё хорошо? Вот. Про то, что если люди будут проситься, если люди будут проситься к вам в бизнес уже те, которые зарегистрированы, нельзя, да, ни в коем случае нельзя второй раз человека регистрировать, нельзя регистрировать его на бабушку, дедушку, там, тётю, дядю, нельзя. Если начинать бизнес, то только с чистого листа, да, когда овощной номер терминирован, прошлый, чтобы не было потом никаких там непонятных ситуаций. Дальше. Что ещё самое важное? Что вот вы пришли, и всего хочется быстро, да, хочется быстро денег, хочется быстро большую команду, хочется, чтобы всё быстро-быстро получалось, но не всегда так. Нужно себе дать время, да, хотя бы 200 дней. Так же, как и не похудеешь за 5 дней, да, как бы ты ни хотел, но твои объёмы сразу не уйдут за 5 дней. Тебе нужно приложить усилия, нужно ходить на тренировки, нужно заниматься собой, нужно сидеть на диете, нужно дать себе хотя бы 200 дней, чтобы добиться каких-либо результатов. Так же, как и спортсмены, да, в зале не становятся чемпионами. Они очень много работают, очень много работают над собой, над своим телом, да, так сказать, над всем. Столько у них тренировок, и не может стать чемпионом человек за 3 дня, за 4 дня, за месяц, за год даже нельзя стать. Так и у нас в бизнесе невозможно построить огромную крепкую команду за неделю. Ну, невозможно. Нужно дать себе время, хотя бы 200 дней. Но эти 200 дней какие должны быть? Они должны быть рабочие, не такие, что просто прошли 200 дней и всё, а действительно, чтобы вы работали, действительно там размещали объявления, действительно работали по резюме, действительно работали со своей командой, действительно обучались, чтобы вот эти 200 дней, они у вас действительно были рабочими днями, а не так, что я там неделю поработал, неделю поработал, две недели отдохнул. Это, конечно же, так и дело не пойдёт. Поэтому обязательно работаем каждый день, работаем в системе и знаем, к чему стремимся. Стадии, которые будут. Приглашайте в бизнес. Есть те люди, которые уже начали приглашать в бизнес, начали звать людей, начали регистрировать. Лично я действительно прошла вот эти все стадии, что я пришла, и никто не регистрируется. Я уже 5 дней приглашаю, или 3 дня уже приглашаю, а ко мне никто не регистрируется. У меня была такая стадия. У кого была такая стадия, что мы приглашали в бизнес, но никто не хочет? Вроде и отклики есть. У тебя пока, у Жени пока такая стадия, что регистрируются, но не делают заказ. Да, эта стадия у меня тоже была. Регистрируются, вроде уже регистрация у меня была, наверное, штук 10. Думаю, блин, вот сейчас уже все у меня придет, мой ключевой партнер, где же, где же он, где же. Но все какие-то, ну, не такие, да, можно сказать. Пришли там, зарегистрировались, что-то там посмотрели, и все. Потом дальше, следующая стадия, что регистрируется, да, вроде все регистрируется. Вот, Оксана, и у тебя такая стадия, все через это проходят, каждый-каждый через это проходят, что регистрируются люди, делают заказ, делают заказ, но сами никак не научатся регистрировать. Да, вроде все уже, и заказ сделали, и человек вроде какой-то такой хороший, да, попался, но никак вот у него не получается с регистрациями. Такой этап тоже бывает. И дальше регистрируются, делают заказ, регистрируют уже, но у этих, да, у их новичков уже никто не регистрируется. И так шаг за шагом, все потихонечку, потихонечку, все встанет на свои места, и без этого, ну, только на своем личном опыте вы все постигнете, не нужно руки опускать там на первой стадии, да, когда пришли пять дней, приглашаете людей в команду, никто не регистрируется. Ну, ничего страшного, обязательно будут регистрироваться, никуда не денутся. Если у вас будут отклики, если вы будете каждый день там работать с изражениями, учиться, стремиться, сильно-сильно хотеть, ну, обязательно будут у вас регистрации, а из этих регистраций будут ключевые партнеры. Настя Борщ, вижу тебя тут. Настя Борщ тоже у меня пришла недавно к нам в команду и тоже все говорила. Вот нет регистрации, нет регистрации. Потом были регистрации, ну, и никому ничего не надо, никто никакого заказа не делает. Ну, всё тоже, всё то же самое, как у всех. Поэтому не просто... Ну, двух, это тоже ещё лея, это ещё ни о чём. Давай 22, потом уже посмотрим. Трудности. Труднее всего обойти давление общества. Для меня это тоже было трудностью. Кто сейчас слышал, да, моего супруга, который выступал передо мной, наверное, он рассказывал историю нашу, что он и смеялся, и хихигал, и ругался, что всё это ерунда. И знакомые мои, да, девчонки, которые сейчас тоже у меня в команде, тоже там и смеялись, да. И говорили, Таня, ну, будь соберут тебе там заплатить, иди давай лучше, я тебе дам номер телефона у девчонки, которая, что там, ручки, что ли, собирает. Ну, вот это всё тоже было, что это всё лохотрон, что надо было первыми начинать. Вот то, что вот, ну, ладно, у тебя получилось, вот ты-то начала давно, поэтому у тебя вот получилось, а у меня уже сейчас не получится. И тому подобное. Ну, обязательно всё это тоже будет. Если такого нет, это вам просто повезло. И у каждой топ-лидер тоже проходил через вот это всё. То, что, ну, вот обойти вот это давление общества немножко трудновато. Ну, учиться нужно, да. И да, и мне так говорили. И Оль, да, Оль, да, они в сто раз мне такое говорили. У меня есть моя, ну, знаете, прям вот хорошая-хорошая подруга, которая вот целых, ну, не знаю сколько, ну, год лишнего она давно их потронивала, говорила, Таня, ну, ну, чё, как там, как ты там, да, чё? Ты думаешь, что тебе заплатят? Ты ещё до сих пор веришь? Ну, сколько прошло? Ну, восемь месяцев уже прошло. Тебе ещё ничего не заплатили, а ты всё ещё работаешь. Ха-ха-ха. Ну, в общем, смеялась, как могла, стебалась, надо мной издевалась. Ну, чё только не было. Вот прошло время, она увидела, что действительно зарабатываем, да, что деньги есть. И говорит, ну, надо мне тоже попробовать. Сейчас пишет, ну, сейчас она мне уже на 6% говорит, ой, Таня, мне уже тут так всё нравится. Как я мог, да, и теперь уже на дне люди. Ну, вот её знакомый смеётся. Если вы им докажете, что, ну, если вы покажете на личном примере своим родным, близким, которые сейчас не верят, они обязательно придут к вам, к вам в бизнес. Ну, да, да, вот и у меня, Аня, у меня тоже вот все такие, половина уже здесь, половина зарегистрированных. Ну, пришли, правда, на результат, сразу не поверили. Так вот, учимся. Они ведь не со зла всё это нам говорят, ну, на самом деле. Они не потому, что там зла нам желают, не хотят, чтобы мы денег заработали. Нет, конечно, они просто не знают. Они просто не знают, что это, что... Да, они просто не знают. Да, просто не знают, информацию толком не изучили. Ещё нас переубеждают в том, в чём мы-то уже уверены, да, там на 100%. Они нас ещё переубеждают в этом. Ну, что поделать? Просто, ну, человеческий фактор. Учимся уже у тех людей, у которых уже получилось. Мы же, благо, живём не в каменном веке. Информации навалом, полно тем людям, которым действительно, да, вот важна информация, которую доверяют фактам, а не каким-то там склетним. Человек сядет, изучит, посмотришь, сколько тут вообще можно зарабатывать, сколько тут люди получают, какие банкеты, какие мероприятия, какие конференции компания устраивает. И, конечно, надо всё посмотреть по-другому. Я тоже не знала, что в Reflame так круто, да. Ты тоже... Да, Оксана. Вот. Я тоже, да, я тоже не знала, что в Reflame так круто, что это так здорово. Ну, вот я вот два года, да, как я в компании, я уже была в Москве на Мегафорне, просто шикарное мероприятие. Я летала в Сочи на конференцию. Ну, знаете, я не могу вам передать вот этот весь размах вот этих вот мероприятий и какая там атмосфера. Там нужно просто быть. Поэтому обязательно все вместе полетим. Что же... Да, конечно, конечно. Как-то по-другому. Что же нужно сделать? Вот вы пришли, загорелись, да, глаза горят, хочется сильно-сильно. Что нужно сделать? Поставить себе цель, да? Поставить себе вот конечную цель, к чему вы идёте. Чтобы вы знали, вот, что вас там ждёт, ради чего вы будете со всем этим бороться, да? Вот. Ради чего вы будете бороться с каким-то негативом, да? Ради чего вы будете людей рекрутировать, зачем вы будете их приглашать? Зачем вам всё это нужно? Вы должны знать, вы должны прописать, чтобы вот прямо на бумажке, чтобы было написано, да, у вас. Вот я хочу там то-то, то-то, тогда-то, когда-то, чтобы всё было конкретно и понятно для вас самих. Всё, всё прописали, одели бронежилет, да, крепкий, непробиваемый, и пошли вперёд. Просто ушки закрыли, никого не слушаем, делаем битш, да, что улыбаемся, у нас всё хорошо. Пускай и говорят, что хотят. Потом в итоге всё равно придут к вам. Цель. Все поставили себе цель. Кем вы хотите стать? Мм? Скажите, кем вы себя видите в компании через пять лет? Вот через пять лет. Сейчас у нас 2016, 2017, 2018, 2020, 2020. Директором. Ну, видишь, что-то маленькая какая-то цель. За пять лет можно и побольше цель по себе поставить. Через пять лет. Вот кем вы видите? Через сапфирм, да, вот уже. Хорошо, Оль. Просто хорошо зарабатывать. Директором. У Ани непонятно, что. Бриллиантовым. Вот, отлично. Есть деньги, есть всё. Старший золотой. Исполнительный. О, хорошая цель. Вообще амбициозная. Да, чем амбициознее цель? Вот, видите, видите, какие цели амбициозные? Ну, просто круто. Президентом. Вообще, просто шикарная у вас цель, чем, как кто-то говорил на вебинаре, да, метить в Луну, через забор точно перепрыгните. Поэтому ставьте себе амбициозную цель. Ну, как минимум, это бриллиантовый директор. Ну, цель должна быть поставлена, потому что бриллиантовый президент. Вот так вот. Вот так вот бриллиантный президент. Конечно, это очень много работы, это очень много сил нужно приложить для того, чтобы стать бриллиантовым президентом. Но, конечно же, все в ваших руках. Хотите зарабатывать 2,5 миллиона, да, в месяц? Пожалуйста. Работайте, конечно же, работать придется много. Вот. Ставьте, да, цель, цель свою реальную, амбициозную свою цель поставьте, пропишите. О, классная цель, Лариса. У меня была точно такая же, только мужу. Но мне было не то, что утереть, у меня, конечно, было такое, чтобы он был со мной. И, знаете, вот все получилось вместе с первым месяцем. Все, поставили цель и начинаем с маленьких шажочков. Если вы новичок, если вы новичок, прямо совсем с маленьких шажочков что нужно сделать? Первое, это активировать личный кабинет, просто перейти по ссылочке. У вас ссылочка есть, ну, у вас пришло письмо к вам на почту, нужно просто по ссылочке перейти. Все, кабинет лично активировали. Второй момент, пройти верификацию. Вот новички, которые сегодня тут, все прошли верификацию, загрузили фоточку паспорта к себе в личный кабинет. Это тоже важно, для того, чтобы в дальнейшем вы могли давно уже, все, молодцы, отлично, установить Телеграм, чтобы в чат спонсоры ваши добавили. Все в чатах есть, все хорошо, да, потому что, наверное, ссылочки оттуда получили. Ну и помним, у нас всего лишь три правила на пути к успеху. Три, и они совершенно не сложные. Конечно, нужно, ну, делать это каждый день. Каждый день обучаться, каждый день приглашать и раз в каталог организовать личный товарооборот. То есть что-то покупать для себя, либо для родственников, либо для знакомых. Раз в каталог. Все, три правила. Но ведь это не сложно. Ничего сложного нету. Обучение у нас какое? Вот у всех есть ссылочка на обучающий сайт у Родионовых. Вообще, просто сайт шикарный. Там можете найти все, даже вам спонсор не нужен. Там, не знаю, просто все есть. От А до Я. Да, самое сложное приглашать, как вам, я не спорю. Ну и самое интересное. Команду свою создавать. Процесс обучения какой? Непрерывное, ежедневное обучение у нас. В 8 утра, в 12 дня, в 6, ой, в 4 и в 5 вечера. Нужна ссылка. Я, Вить, хорошо, мы тебе скинем ссылку. Я думаю, что Марина уже тебе скидывала, мы скинем еще раз. Напишешь мне в Телеграме в личку, если я забуду. Емкий, сотни спикеров, очень много спикеров, все совершенно разные спикеры. Вот, отлично. И у Антона первая цель уже достигнута. Антон, вам тоже нужно рекрутировать уже скорее и скорее. Дальше. Активность, развитие личного и профессионального роста, внутрикомандные встречи разные, срок созревания. У всех разный. Кто-то 4 месяца растет директор, кто-то полгода, кто-то год, кому-то полтора. Тут уже от вас зависит, насколько вы готовы, насколько вы работаете над собой и насколько много вы уделяете времени бизнесу своему. Все тут зависит только от вас. Да, вот они, вебинары. в онлайн-режиме 4-6 раз по Москве. Вебинары в записи по интересующим вопросам, чаты команды, читать, чаты прочитывать свои, задавать вопросы, все свои вопросы задавать, чтобы не было ни одного вопросика незаданного. Ну и что, что он покажется вам глупым, ну и что, что вы считаете, что он какой-то, ну не стоит его задавать, стоит, каждый вопрос стоит задать и все стоит узнать. Планерки внутри команды, да, ваш директор проводит, посещать планерки, там уже ваш, ну такой тесный кружочек. Читать литературу по бизнесу обязательно, хотя бы по пару страничек в день, потому что я понимаю, что люди, все приходят сюда, очень многие, очень, очень занятые, у меня в команде есть ученки, у которых работают на двух работах, это третья, у которых там по несколько детей и одним глазом только тут могут что-то где-то как-то, да, но тем не менее все успевают, даже литературу по бизнесу читать и посещать мероприятия. Если есть у вас в городе, да, тем более сейчас проходят у нас по городу, по всем городам вот эти встречи, продвижения, посещайте. Скажите, кто-то был уже на такой встрече? Кто-то есть, может, с Нижнего Новгорода? У нас встреча 26 числа будет. Есть кто-то с Нижнего Новгорода? Или нету? Или может, с близлежащих городов? Приезжайте у нас встреча 26-го. Вот, вот, Оксан, есть уже. Вот, Таня Сксова, приезжай, у нас будет в сервисном центре, познакомимся, увидимся. Я помню, что к нам вот в Родионово приезжали, я была на 9% и ездила тоже в сервисный центр. Ну, классно, конечно, ну, тем более Родионово, да, были, круто было. Дальше, активация номера. Заказ любой. В течение 24-х часов регистрация бесплатная. Но это акция, к сожалению, Оксан, я согласна, да, но тем не менее, вот этот общий командный дух, да, вот, Арифлейм, конечно, это тоже очень важно. Вот мы, когда вылетали-то в Сочи, у меня там тоже не было, да, никого из своей команды, я с девчонками, с нашими, с Нижегородскими, но продвижения там было много, и, конечно, это было классно. Если еще со своей командой, ну, которая твоя, то это вообще было бы, конечно, супер. Ладно, отвлекаясь. Заказ любой в течение 24-х часов регистрации бесплатно. Кто сегодня зарегистрирован, допустим, да, у вас есть возможность оформить заказ любой и не платить за регистрацию. Регистрация вообще 149 рублей в компании. До завтрашнего дня эта акция, потом ее не будет. Заказ на 100 бонус баллов в течение 21 дня, и вы участвуете в стартовой программе от компании. Стартовая программа шикарная, кто проходил, никто не пожаловался, подарки вообще классные, ну, не подарки, они там наборчики за 199 рублей, просто, просто шикарные, особенно последний там, он в действительности стоит больше 5000 рублей, вам остается всего лишь за 199 рублей. Заказ на 150 бонус баллов в течение каталога. Не за один раз, а в течение каталога. Это первая ступень канализма с успехом и ваши 3%. Скидка увеличивается до 32%. Вы получаете доход уже, да, если делаете 150 бонус баллов личных. Вы участник премьер-клуба, участвуете в стартовой программе. Опять же, да, вот в этой. Стараемся, да, учимся. Все бизнес-партнеры организуют личный товарооборот от 150 баллов, потому что это выгодно. Ну, выгоды я все вот вам рассказала. Поэтому учимся. У кого не получаемся, вот, ну, круто, Ален, 150 уже сделали? Супер. Перед тем, как приступить к рекрутингу, к самому основному, да, что, классно, молодец, поздравляю. Что самое важное, да, это рекрутинг. К нему нужно подготовиться. Что, ну, вообще самое элементарное, что нужно сделать? Первое, это сделать форму для регистрации новых партнеров, для того, чтобы вам было удобно работать с новичками. нет, Маш, к сожалению, нельзя. Если вы успели в 21 день, да, вот, как вам сказать, вот вы, допустим, зарегистрировались в середине прошлого каталога, ой, какие молодцы, в середине, смотрите, с момента регистрации главное попасть, чтобы 100 бонус-баллов в течение 21 дня сделать. тогда успеваете. Вы посмотрите у себя в информационном листе либо у спонсора своего спросите, может быть, вы попали, да, вот в эти 100 дней, ой, 100 дней, 21 день. Если нет, то, к сожалению, нет, нельзя так. Вот, чтобы было удобно работать с данными новичками, все, составили, почитали про возражения, потому что понимаем, что возражать будут много, да, что с возражениями работать нужно, да, там, если человек сказал, ой, мне это не интересно, ну, что, что он так сказал, нужно попробовать поработать с возражениями, да, и, конечно, если там человек вообще неадекват, если он там грубит вам, хамит там или еще что-то, конечно, тут мы сразу там закрываем все двери, говорим, ну и все, до свидания, да, конечно, ни в коем случае не портим себе настроение и вообще смысл, да, с такими людьми негативными общаться. Но если вы видите, что с вами общается там мамочка в декрете, которая просто не разобралась, да, не понимает, что вообще, чем мы вообще тут занимаемся, то ее возражение, конечно, нужно отработать. Не только про мамочек в декрете, но вообще с людьми, которые с вами там немножко пообщались, потому что слушали Арифлейн, сказали, да, ну, вроде как, я не буду. Они же не знают просто, что такое Арифлейн, не знают. Третье, почитать про планирование, да, немножечко запланировать свой день, чтобы он не прошел вот так вот, вот так вот, вот так вот, да, тут что-то поделал, там что-то поделал, хоп-хоп-хоп, все, день пришел. Чтобы такого не было, нужно распланировать. Вот, тем более, для новичков. Оформить свой первый заказ, да, необходимо, все, оформить свой первый заказ. Да, ничего страшного, понимая, самой он бегает. Написать план себе на день, не надо писать каких-то там огромных планов, да, там на три страницы раскатывать вот эти планы, писать, 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 и ничего не выполнять. Сейчас скажу. То не нужно так делать. Прямо свой минимум, да, план свой минимум написали, что вам прям необходимо сегодня сделать. Новичкам, что необходимо? Рекрутировать, конечно же, да, много-много рекрутировать, все свое основное время рекрутировать. Если, Лен, если пока нет, вы сможете делать заказ, то ваш номер активен в компании на протяжении четырех каталогов. Пожалуйста, обучайтесь, начинайте приглашать, начинайте рекрутировать. Оформите заказчик чуть-чуть похоже. Ничего страшного, может, кому-то покажете, да, там ссылочку на онлайн-каталог, кто-то заинтересуется там скидкой, распродажей, у нас каждый каталог бывает. Если там, ничего страшного, покой же оформите. Дальше. Все. План на день написали, все, приступайте. Нечего ждать. Просто нечего ждать, да, не нужно вот обучаться днями, ночами, обучаться, 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 к практике, не приступать. Приступайте к практике. Все, уже поняли, там немножко разобрались, там со спонсором созвонились. Все, приступайте к практике. Обязательно все вопросы revenue задавайте спонсору. Вот я уже сказала, ещё сто раз скажу, чтобы ни один ваш вопрос не остался без ответа. Сами пишите. Спонсор тоже человек. Возможно, у спонсора большая команда, да? Возможно, у спонсора там забегался, что-то там чувствует, что он вам не отвечает. И знаете, я себя вот помню. Если мне, ну, спонсор не отвечает, ну, не спонсор, а у меня менеджер, да? Если он мне там не отвечает, я думаю, ну вот, там он меня игнорирует, да? Там вот, она там не хочет мне отвечать. Ну, глупые такие мыслишки были. Да, она просто забыла, да? Она прочитала и забыла. Напишите ей ещё раз, да? Там ему или ей, не важно. Напишите ещё раз и ещё раз. До тех пор, пока она не ответит. Она просто забегалась. И в том, что вы напишите несколько раз, это наоборот здорово. Вот, входите на обучение. Входите на обучение, и без этого никак. Функционал для новичка. Создает поток людей в бизнес. Первое, да, самое важное. Научиться создавать поток людей в бизнес. Дает им информацию о бизнесе. Либо на вебинар приглашает. Не поняла про баллы. Как они получаются? Что-то не влюблюсь. Надь, вы совсем новичок, да? Баллы как получаются? У вас есть личный кабинет. У вас есть... Заходили в свой личный кабинет? Надь. У вас там есть личный кабинет. В личном кабинете есть каталог. В каталоге есть продукты. Да, там мыло, гель для душа. И у каждого продукта есть свое количество бонус-баллов. Вам не надо лично, да, там набирать на, не знаю, на 200, на 300, на 500 бонус-баллов. Вам нужно командой это набрать. Вам нужно еще раз, наверное, посмотреть презентацию бизнеса. Если что-то непонятно, еще раз задавайте, я отвечу. Дальше. Регистрирует. Да, первую регистрацию обязательно проводите со спонсором, потому что у каждого есть своя система регистрации, да, у каждого спонсора своя система регистрации. Напишите спонсору там. Все, у меня регистрация классная, здорово, давай зарегистрируем. Не торопитесь, да, не бегите вперед по работе, не спешите там быстренько зарегистрируйтесь, скажите спонсору, все, я зарегистрировал. Нет, напишите спонсору и регистрируйте вместе. Обучается, пользуется продуктом. Что-то просто меняйте привычку покупать не в магните, допустим, в косметик, как я раньше, а в Арифлейме. Какая разница, где гель для души покупать? А если тут за это платят, ну, конечно, я тут буду все убрать. Золотое правило новичка. У 80% времени на действие, на действие, ни на раздумывание, ни на составление планов, не на мечты, а на действие. Действуйте, да. Вот у вас нет пока командочки, вы только-только пришли, сопровождения мало, да. Рекрутируйте. Прямо садитесь и учитесь рекрутировать, много рекрутируйте, чтобы быстренько вот вам команду-то вашу набрать. Откуда она у вас придет? Если только вы рекрутировать будете. И процентов, ну, 20% времени на теорию. Потому что мозг-то тоже должен пополняться информацией. Инструменты, которые у вас должны быть. Ваш YouTube-канал. Когда вы создаете вот этот формул для регистрации, у вас сразу есть аккаунт на Google, ну, сперва создаете аккаунт на Google, потом формул для регистрации, и параллельно у вас сразу же есть ваш YouTube-канал. Если не знаете, где смотреть, то тоже обратитесь к спонсору, он вам покажет. Все, у вас есть YouTube-канал, куда вы будете заливать свои видео, да, в дальнейшем, пока видео спонсоров. Яндекс.Диск тоже очень удобная штука. Там его устанавливают тоже, ну, не знаю, две минуты делов. Зайдите, посмотрите. Прямо на Яндекс.Почту зайдите, диск нажмите, и там увидите. Там можете тоже информацию хранить. Сайт. Вот он, сайт. Видите, ты у меня спрашивал сайт. Вот он, сайт. Вообще классный, шикарный сайт. Обязательно туда ходите, обучайтесь, посещайте. Там просто есть все, да, он за паролем. Пароль вам даст спонсор, и обязательно входите туда. Вообще без спонсора обойдетесь, если там сможете во всем разобраться. Сайт Арифлейн. Тоже просто шикарный сайт. Тоже должны там во всем вы умеете разбираться. Как смотреть структуру, как смотреть баллы, как смотреть, кто что заказал, да, сколько вам там не хватает до следующего уровня, как шерминашек своих смотреть, как каталог там. Ну, в общем, там тоже столько всего. И чаты в Телеграм. Чаты в Телеграм. Ну, у каждого свои чаты в Телеграм, у каждого директора, да. Все это посмотрели, изучили, что дальше делать. Ознакомьтесь со всеми акциями и программами, выгодами на сайте, не только для себя, но и для своих новичков, чтобы им в дальнейшем рассказывать. Изучите раздел Wellness. Посмотрите плейлист, почитайте. Тоже это вот этот продукт, да, здорового питания, с которым, ну, вот основное направление на него у нас. На Wellness, но на Wage, поэтому вам нужно, конечно же, во всем разобраться. Вот тут, да, вот в этом все. Переходите в раздел Recruiting для получения основ рекрутирования. Получите чек... У нас... У меня округа. Получите чек-лист для ключевого партнера и контролируйте свои шаги. Если у вас нет вот этого чек-листа, то он также есть вот у нас. Я выключу. Ало, что я с мамой... А, Алиш, как раз? Ало, что я с мамой... Ало, что ты так приезжал? Вы еще работаете? Поставьте себе птичь. Ало, что мне немножко? Ало, что ты так приезжал? Ало, что ты так приезжал? Ну, хорошо, мне папушка, папа не скажет. Междай, Алиса, конфетку. Быть на связи ежедневно, писать самому, спонсору писать самому. Ну и познакомиться с вашими стоящими спонсорами, с вашими директорами, с вашими менеджерами. Тоже всех должны знать. Три гаранта успеха. Первая. Первая, все, поставить цель. Что самое первое, что самое важное. Пришли, все, разобрались во всем, поставили цель. Все, цель поставили, написали. Я там через пять лет буду бриллиантовым директором. Все, я говорю, что мне ради этого нужно делать? Нужно рекрутировать, каждый день рекрутировать, много рекрутировать, чтобы была большая команда. Все, поставили, начали. Нечего ждать. Начинайте прямо сейчас. Напишите своему знакомому, да, там какому-то, расскажите про бизнес. Либо подайте там 20 объявлений, либо поработайте в соцсетях. Ну не нужно ждать хорошей погоды, не нужно ждать понедельника, не нужно ждать нового каталога. Сейчас нужно работать прямо здесь и сейчас. И не останавливаться ни в коем случае. Доросли там до 9%, ну застряли немножко, ну с кем не бывает. Или там до 6% доросли, ну что-то, да, стопор какой-то. Ну и что? Сейчас главное не останавливаться, работать дальше, дальше работать, работать и работать. Рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. Если остановитесь, то команда на вас посмотрела, вы остановились, да, что-то стопор какой-то. И все, команда может и стопорить, да, Ань. Ну вот бывает такое, я 10 каталогов висела на 12%. Ой, я уже тоже, да, я уже тоже чуть там с ума не сошла. Думала, о боже, что же мне делать, да, там у меня ничего не получается. Но тем не менее, там вела планерки, у нас там было 5 человек, да, там, но ни разу не остановилась. Делала и делала, делала и делала. И, конечно же, результат пришел. Как вы рекрутируете? Когда я пришла, я пришла давненько, ведь 2 года назад, тогда мы рекрутировали на Авито, рекрутировали много, да, регистрации было просто, не то, что откликов было очень много, но толку-то от них, от этих откликов, если я им просто сайт кидала и все. Ну, в общем, все было некачественно. Сейчас, конечно же, по качеству, и новичков учим, и никакими там сайтами, блогами не работать, работать либо перепиской, либо голосом. Сейчас рекрутирую по теплому рынку, да, теплый рынок на результат, да, потихонечку потягивается. Работаем с досками объявлений, точно так же там подаю объявления и на Трофит, и, ну, там какие-то забиваю. И еще, где еще, в Одноклассниках, вот летом, наверное, еще рекрутировала в Одноклассниках, там тоже было много откликов. Так, директор, так же рекрутирую. Ну, и, конечно, сейчас очень много уходит времени на сопровождение команды. Вы сами решаете, сколько вам зарабатывают, 30 тысяч или 300 тысяч? Все знаете, да, все видели, все видели лестницу успеха. Да, Ань, тоже думала, что, боже-боже, как это далеко. Но нет, вот, пожалуйста, все близко, все здесь. Лестница успеха, да, все посмотрели, все рассмотрели. Доход, да, конечно, лучше 300, Ален, согласна, но это вот только вы решаете. Либо 30 тысяч на уровне директора. Вот наши доходы, когда была новичком, опять же, да, всегда там звала своих новичков на вебинары и думала, блин, ну, хоть бы показали, да, там зарплату, хоть бы показали там скрин какой-то, хоть бы, хоть бы показали. Поэтому сейчас всегда показываю. Не то, что там похвастаться там или еще что-то, нет. Для того, чтобы вы видели, что деньги есть, действительно, что, пожалуйста, вот берите их и зарабатывайте вот эти деньги. Конечно, у меня их пока не 300 тысяч, но стремимся к этому, да, так сказать. Это наш доход, да, последний годовок, вот за три недели, да, 39196 рублей было. Это наши доходы, да, с супругом. Это доходы Родионовых, Родионовый бизнес. Я думаю, все знают Родионовых, да. Их справки, я тоже всегда показываю, чтобы было с чем сравнивать, да, и куда расти. Нет, никакого везения. Ну, действительно, никакого везения. Работать, я работала ночами, да, там, муж не верил, там, подруги смеялись. Какое везение. Я сидела ночью, работала, когда Алиса спала. Да, и премию получила тысячу долларов. Я еще попала под программу, мой автомобиль еще 70 тысяч рублей получила. И, ну, вообще круто. Где вот, я мама в декрете, да? Да, да, Алексей. Вот скорее упорство. Вот как немножечко, вот у кого есть вот это упрямство, упорство, это даже хорошо, вот в нашем бизнесе оно понадобится. И поэтому, и желание сильное, сильное желание денег заработать, сильное желание обеспечить будущее, да, сильное желание, да, сильное желание. Вот, это вот Аленкин, да, Алены с Иваном доходы. У них 344 тысячи без премий, без всего доходы в 3 недели. Ну, о чем он так говорит? Что мы так можем? Ну, чем? Мы ничем не хуже, у нас также две руки, две ноги. Ну, Алена, мне кажется, она вообще не спит. Я ухожу из чатов, да, там спать ухожу, она еще в чате. Я просыпаюсь, она уже в чате. А тут нет никакого там везения, да. Это все результат вот этого, ну, труда своего, своего желания, своего упорства. Ну, и опять вот, Ань, да, для тебя, если что-то тут не получается, да. Да, Ален, видишь, какое у тебя имя, тоже такое, как у нашей Аленкин ребеновой, должно все получиться. Вот, если где-то подостряли, да, там на каком-то процентном уровне подзависли, ну и что? Ну, что теперь? У каждого свой рост, у каждого свой индивидуальный рост. Не бойтесь расти медленно, бойтесь оставаться неизменными. Ты тут? Вот. Ничего страшного, да, если подзависли. Я для Ани бывшего, и она просто писала, что у нее тоже стопор. Вот. Все получится у нас обязательно. Если вы сильно хотите, у вас все будет. Пускай не так быстро, да, пускай на месяцах попозже. Ну и что? Ну, все равно все будет. Все у меня на этом. Тем более, если есть рейки. У меня было около тысячи регистраций, ну, до сегодняшнего дня. Даже, может, чуть-чуть побольше. У кого-то больше, у кого-то меньше. Делайте больше, обязательно вырастите. Есть вопросы? У меня все, в принципе. Спасибо вам, что пришли. Ну все, всем хорошего вечера. Пятничного, да? Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.